Ну тогда начинай. Ну не могу я так. Первые робкие попытки подростков снять эротику – тема одного из экспериментальных спектаклей. Если и есть ограничения для этой творческой лаборатории, то лишь в возрастном цензе. Шесть магистрантов МХАТа на сцене МТА поднимают молодежные проблемы. Здесь – сексуального развития за стеной развала семьи. Пьеса «Через подростка, через семью» раскрывает проблему глухоты друг к другу. Мы еще нашли 10 способов научиться современному человеку молчать. И мы зрителю расскажем, не будем пытаться учить, а просто расскажем, вот как можно в современной жизни, как и где помолчать. А участникам лаборатории не отмолчаться. На постановку часового спектакля – неделя. Это главное условие лаборатории. Поэтому создают его мхатовцы совместно с актерами алтайскими. Режиссер Дмитрий Мышкин уже хвалит свой состав. А о чем спектакль объяснить затруднился. Но основа его пьеса «Аркаша» больше не косячит. Она опросила подростка, и на основе этого интервью была сделана эта пьеса. И он правда не косячит? Это, как сказать, многоточие. Уникальный привнос. Это исполнитель главной роли Даниил Попов, собственно, студент. То есть он похож на… не то, что похож на этого «Аркашу». Ну, там, собственно, можно сделать спектакль. Даниил больше не косячит. Ну, он идентичен герою. Воу-воу-воу! Я рада вас всех видеть на вечеринке. Люди и боги! Сегодня все вы fucking beautiful и sexy! Репетиции с утра и до вечера. Времени мало. Это эксперименты для московской, для алтайской школы театра. Кстати, наш край в лаборатории впервые. А бывалые мхатовцы говорят, театр за неделю – абсурд. И вместе с тем – поиск новых форматов. Именно поэтому за пару дней до премьеры авторы все еще не берутся говорить о смыслах своих постановок. Ну, вам придется прийти. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.